Ну, нам каждому нужна где-то, где мы живем, община какая-то, создавать такой костяк людей, хотя бы, если мы в городе, то группу, да, по Слову Божьему, как-то, чтобы что-то было, вот, потому что в православии сегодня, я не знаю, понимаешь, вот в православии у людей мышление другое, они приходят, они в храме стояли, свечки поставили, все, они не видят вокруг себя людей, для них они не существуют, вот, они, я и вот, Христос, ну, как, вот, у иконы множества святых, и вот, я вот, и они вот, значит... Потребительское отношение какое-то. Да, а живые люди, а живые иконы, которые стоят рядом, они эти живые иконы не видят, понимаешь, живые иконы, которые еще живут. Пролог, 1 Иоанна, 5 глава, 2 стих. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Община, семья, а я частица большой семьи из братьев и сестер, Теперь в нужде мне есть где прислониться, для странников живительный костер. Нет, это не приход, дурной проход, языческое мертвое шатание. Пришел, ушел глухой слепой народ в красивое из колокольней здания. Кто в общине вдохнул хотя бы раз, желание единства прикрещения, Взглянул на жизнь, на душу беспрекрас, познал цену духовного значения. И в общине есть общее для всех, познать спасение, спасителя Иисуса, Трагическую повесть, как простил нам грех, Что в Библии еда для всех по вкусу. У нас устав на всех богослужениях, одежда, внешний вид под благочестие, Огарков не тушить, но все сожжения в беге лихо истрачиваться вместе. Мы знаем, почему кого-то нет, болеет, заблудился или спит. Чтицы и прочие несут по тюрмам свет, Еретикам во рту поставят щит. Нужда массирует одновременно нас, Муссирует мозги одна проблема, Оглохло ухо, засорился глаз, Температурит остальное тело. Случилось погореть и прогореть, Слетаются и в сухове, и в слякоть. Приветы шлют из-за пустынь морей, Уже летят орлы и соколята. Родная община, Общенья на молитве у ног Христа, Мы винограда кисть. Пшениченьки слепились в тесте слитно, Для возрожденных в общине лишь жизнь. Первое сентября 2003 года. Игла. Игнатий Лапкин. Постскриптум. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Сегодня христианство, но вообще в целом, не только в православии, Вообще в целом христианство сегодня, Христианство и христиане, Оно стало очень таким обмерщенным, слабым, Знаешь, очень таким податливым греху. И знаешь, легко цепляется на всякий грех. Хотя Господь сохраняет своих. Не то, что христианство полностью разложилось, Но есть сегодня такая расслабленность среди народа Божьего. И сегодня в городе, мне кажется, мы уже не предоставляем Такого интереса для людей. Они не видят в нас. Мы даже если начнем с ними духовно говорить о Христе, о Евангелии, Они как бы не слышат нас. Может быть, кто-то, конечно, услышит. Но сегодня, мне кажется, нам надо переселяться из городов В такие вот поселения. Не кому-то в село там заселиваться, А именно создавать такие христианские поселения, как Потеряевка. И там развивать свое какое-то хозяйство, бизнес-хозяйство. И потом даже, ну, школа, это, конечно, все тяжелое, это нелегко. Школа, садики, чтобы и дети там росли. И школа, чтобы были. И какое-то бизнес-хозяйство, чтобы там было. Ну, там, сельское хозяйство. Ну, всякое разное. Вот пример, может быть, там у Амиши. Вот посмотри, если вот ты не видел их. Это протестанты. Они, голландские протестанты. Они некогда вышли и бежали еще в средневековье из Европы. Они поселились во многих местах. В основном там Канада, США. Напиши в чате. Они живут в своей закрытой группе. Евгений, в чате напиши, как их называют. В чате напиши, пожалуйста. Амиши. Они такие шапочкой ходят, с бородами. Такие смешные на первый вид. Ну, они живут в такой закрытой группе. Они, ну, конечно, в русскоязычном пространстве в интернете может мало найти. Это если ты немножко английским более владеешь. Пропиши Амишин там на английском. Тебе более даст информацию. Просто посмотри их не будет. Это очень интересно. Они живут в закрытой группе. И они предоставляют некий интерес для общества. Они очень интересные люди. Да, они не православные, они протестанты. Но сегодня мы тоже, мы люди не интересуются уже нами. Ну, ты понимаешь, сегодня человек, он говорит, покажи, как ты живешь. Уже люди хотят увидеть, как вот мы материально даже, мы должны уже отличаться от них. Материально мы должны жить по-другому. Наш быт, он должен быть устроен по-другому. Понимаешь, мы должны даже деньги зарабатывать по-другому. У нас все должно быть по-другому. Я вот, я думаю, что это выход сегодня. Мы должны из городов потихонечку, может быть, не все, я понимаю, не всем дано. У некоторых там, ну, кто-то скажет, а я программист, ну, куда я, в какое там, мне надо в городе. Ну, это не всем дано, но кто сильно желает, а кто может, конечно, хорошо было бы переселиться. Как раз программисту-то и легче. У нас, конечно, здесь в Израиле трудно. Здесь у нас маленькая страна, и не так это все. Что могу сказать, добро пожаловать в Россию, брат. Ну, это я уже уехал, уже мне, я уже давно уехал, понимаешь, я уехал, мне было 13 лет, мне сейчас вернуться, конечно, это все непросто. Я вернуться одному без связи, когда никого нет, это, конечно, очень сложно в России. Ну, видишь, связи как раз вот надо, надо вот как ты правильно все говоришь в теории, оно хорошо, красиво звучит. Но вот на практике-то и нужно объединяться вот в духе, вокруг Божьего слова, потому что потеряевка, это, оно, ну, как сказать, там костяк, скелет, это слово, это слово Христа. Да, и все, только от него все идет, вот эта энергетика, идет все, как сказать, благословение вот это, закон Божий. Она только этим, ну, и вообще живет, на самом деле, и та община в Барнауле. И вот, и как, если об этом говорить, то надо просто брать, ты из Израиля, там, я из Подмосковья, например, откуда-то, раз, где-то, где-то, ну, как сказать, где-то... Ну, нужно, нужно, да, да. Оседать, оседать на земле, так скажем. Это сложно, это, конечно, объединиться, да, это сложно на самом деле, потому что легко сказать, а вот как найти таких людей, вот, их-то непросто. Ну, это необходимо делать, мы сегодня в городах не предоставляем уже интереса для мирских людей в основном, ну, потому что в городе мы практически ничем не отличаемся, мы живем так же, как они, мы питаемся той же магазинной едой. Мы, ну, все мы то же самое практически делаем, то же самое, мы как бы материально, мы не живем по-другому. И поэтому вот такие поселения, такие вот, да, как бы деревни христианские, ну, если как их вот... Ну, да. Потому что даже вот в городе тяжело ведь создать сегодня вот школы, и никто это, тебе даже это, все это министерство образования на те штыки поставит, ничего в основном тебе не дадут тебе этого сделать. Хотя вот я вот в России смотрю, у вас там есть православные школы, но я не знаю, насколько там действительно в духе таком, как бы, евангельском это все... Ну, я не знаю таких школ, где это ты видишь? Ну, у вас же есть православные разные, там, гимназии, там, вот я такое говорю, там, дети отправляют туда, вот. Ну, это в городах... В Московской патриархии, да, в городах, там где-то в Москве, там, в больших городах. Ну, это все схоластика в основном, опять же, отвлеченная, понимаешь, схоластика, а она к жизни малоприменима. Теории много там. Да, да, вот-вот, теория, водичка, вот эта вода, водичка, теория, вот это все. В тихом омуте вот это все, понимаешь, как-то так. Вот. Да, так что, пробуй как-то, если у тебя будет коктейль с людьми объединиться, да это Господь тебе, если получится, так, конечно, это было бы замечательно, вот так, если бы ты нашел каких-то единомышленников в России. Так вот, и я скажу, вот ты, как там, это, дал идею, давай, 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 тоже помогай, как говорит. Помогай, ну ты же понимаешь, сейчас я живу в другой стране, поэтому пока... Ну, сейчас ты в другой стране, а завтра ты в другой опять стране, вот, так что... Ну, это, как Господь даст, как Господь благословит. Ну, я знаю, сейчас многие в Потеряевку стремятся, вот, ну, я думаю, ну, не надо нам всем стремиться, иначе мы туда все сойдемся и оставим, а везде все будет пустовать. Надо нам Потеряевка, как вот этот пример, взять и строить на этом, вот. Поэтому... А вот смотри, такой вопрос, опять же, а ты книги Игнатия Тихоновича читаешь? Читаю сейчас, вот, я вопрос, ответы читаю, особенно вот сейчас прям с сайта, я захожу на сайт. В электронном виде, да? В электронном виде, вот, читаю. Сегодня вот мы были на занятиях, я прямо открыл себе сайт этот, третий том, и читал, значит, толкование Геннадия Фаста в Откровении, ну, прямо вот так вот я, ну, да, конечно, я сейчас стараюсь, вот уже сейчас я, я читаю, почитываю, частенько стал почитывать, вот, и... Евгений, а скажи, просмотр видео, видео, что тебе дает, вот, канал о восвете Библии? Ну, в основном, Игнатий Тихонович, ты видишь, он такой редкостный человек, вот, открытый, вот так вот, чтобы еще найти, чтобы так все снимал, так открыто, без, без... Ну, и при том, можно разные открыто снимать, но он тоже такую снимает, открытую такую жизнь свою, христианскую, как вот он ее строит, и как вот для меня, ну, как вот я нахожу вот полезного, вот, община их, не жизнь, конечно, я стараюсь, хорошие вещи, моменты, такие полезные, духовные, я стараюсь брать, как бы запоминать что-то, ну, вот, потому что, ну, нам каждому нужна где-то, вот, где мы живем, община какая-то, создавать такой костяк людей, хотя бы, если мы в городе, то группу, да, по Слову Божьему, как-то, чтобы что-то было, вот, потому что в православии сегодня, я не знаю, понимаешь, вот, в православии у людей мышление другое, они приходят, они в храме стояли, свечки поставили, все, они не видят вокруг себя людей, для них они не существуют, вот, они, я и вот Христос, ну, как вот, иконы множества святых, и вот я вот, и они вот, значит... Потребительское отношение какое-то. Да, а живые люди, а живые иконы, которые стоят рядом, они эти живые иконы не видят, понимаешь, живые иконы, которые еще живут, ну, вот, ну, как бы еще в жизни, еще в теле, во плоти ходят, они, они не видят, и вот в протестантизме, там, там как раз-таки, вот, мы начинали с чего разговор, там вот сильно, вот, а там без общины жизни ничего, как бы, нет, да, вот, там вот строится все на общины жизни, ну, как, открытое, конечно, в городе, ну, как просто ты приходишь, если ты был там где-то у баптистов, я думаю, ты имеешь представление, ну, по крайней мере, у них там, в основном, у всех это, членство это обязательно, то есть, ты не можешь просто, ты ходишь, потом ты должен уже все, или быть тогда членом этой общины, или, ну, тогда тебе какие-то даже обязанности там уже дают, или что-то такое, то есть, ты даже, ну, как они там служение называют, и ты, и там, ну, в общем, уже в пределе, как бы, находишься, а в православии сегодня такого не существует, это плохо, людей надо, как бы им, ну, как хорошо, я тоже слушал вот эти вот видеоролики вот этого Иакима Пара, с Хиарми Арахимандрита, который в Америке живет, я не знаю, что там с ним случилось, то его запретили даже на сегодняшний день, что-то у него там приключилось, ну, мне не важно, я смотрю вот то, что он как приезжал в Россию, и как вот, вот, что, чем он учил, мне понравилась его фраза, как он сказал, что вот мы людям подойдем, и что им вручим просто икону, вот, там, что-то им скажем, там, и все, и отпустим, ну, как бы, он говорит, что если общины нету людей, некуда вести, это действительно так. Я не верю в то, что Евангелие возможно, по которым возможно жить, без общины. Поэтому, я думаю, что причина, по которой Россия, так же, как и Америка и любая другая страна, Греция, Сорбия в данный момент, не Югославия, все эти страны страдают ужасно, по одной причине, что церковь не живется, церковь не проживается в общине. Мы с Богом-то тоже можем, да, но общинная жизнь-то тоже нужна, как я недавно тут с одним братом православным познакомился, а он тоже некогда от протестантов ушел здесь, в Израиле. Сейчас он, правда, уехал, он уже в Украине, теперь в Харькове живет. Он уехал из Израиля. Но это Новый Израиль сейчас, Харьков. А? Новый Израиль сейчас, Харьков. Вот. И я ему позвонил вот буквально на днях, ну, я говорю, что, как там у тебя дела, как поживаешь? Я говорю, вот, я все ищу, как это, ну, чтобы, может, какая-то община была, чтобы, как вот это все тут не хватает. А он такой говорит, ты понимаешь, говорит, я же, говорит, тоже был протестантом, я это все понимаю, что у протестанта, говорит, главное это вот общинный костяк, вот без этого ничего там не строится. А, говорит, у православных, им этого ничего не надо, у них вот пришел храм, и вот у них только Бог, они только Богу молятся, им, им люди, это не надо им. Вот. Ну, ты понимаешь, он уже получил эту закваску. На самом деле это надо, надо. Они просто не знают об этом, что это такое. Они просто не соприкасались с этим. Они на вкус это не пробовали. Не пробовали. Да, да. Потому что, когда я из московской патриархии, когда, ну, остыл к ней, ну, то есть я стал ходить в РПЦЗ, русская зарубежная церковь, я там, у меня тоже там, ну, как сказать, мозг взрывался от того, что происходило. Во-первых, там епископ, он доступный. Понимаешь, вот в патриархии епископ это небожитель какой-то. То есть это неприкасаемый вообще человек, который прям где-то на Марсе живет. Все. А в русской зарубежной церкви он тебя может поисповедовать. Ты епископ, понимаешь, ты любой вопрос ему можешь задать. Ты можешь посмотреть ему в глаза и как сын отцу, с отцом поговорить. Как со священником. Понимаешь, настолько это было для меня поразительно просто. И когда меня спрашивают из России, вот архиерей, когда где-то приезжает, такие поборы, с ним такая свита, накормить, напоить там осетры, вино. Ну, хоть один-то у нас архиерей есть, который бы поборы-то не брал. Я говорю, есть. И вы знаете его. Да мы обедали вместе, на соломе валяли целый день, там овечек пасли. А кто такой? Евтихий, Домодедовский у Кирилла. Курочкин, фамилия его. Он в русско-православной зарубежной церкви был на нашем. А когда ему дали пять лет переходных, то он ушел сейчас на покое. Ну, ему дали один храм Богоявленский в городе Ишиме, Тюменской области. Я знаю, а вы не знаете такого. А мне Бог такого дал. И сейчас какой у нас архиерей здесь в Барнауле, я не знаю, где еще найдется такой. Все на нас гонения, все прекратилось, ничего нигде нет. Мало того, объявление о лагере два года назад приклеили на центральный храм, покровский, внутри, заходить. И никто ее не снимал даже. А до этого семинаристов посылали, они везде срывали наши объявления и писали ересь. Один архиерей, митрополит Сергий Иванников, он сейчас еще живой, оцените его. Игнатий Тихонович, а вот благодаря, я так понимаю, благодаря Курочкину, епископу, ефтихию, вот вы стали вот общину-то, как бы зарегистрировали, а она начала уже походить на то, что сейчас, на что она сейчас похожа. Нет, он никакого отношения к регистрации не имеет. Его даже не было, еще епископом, епископом еще он не был даже. А когда я был в Синоде, в Америке, я заходатайся, чтобы его рукополож... Это поставили епископы, он был не епископ даже. У нас первый был там архимандрит Русанцев, Валентин, Суздале. А потом к нам был Вениамин, он был в Черноморске, тогда, в общем-то, мало было. Так, к нему никакого отношения... Ну, то есть, создание, я к чему веду мысль, создание общины Барнаульской, Крестово-Движенской, именно началось, когда вы были по домофорам Русской зарубежной церкви, правильно я понимаю? Нет? Ну да, когда уже подошли, батюшка приехал, до этого мы... Люди-то уже были у нас. В общем, создавать люди должны быть. Мы ходили, все в Московскую патриархию, Покровский собор, это одна церковь была здесь. А когда уже мы долго думали, ходили в храм, как избавиться от торговли, как чтобы правильно крестили, выход один, только выйти оттуда, это невозможно. И поэтому, когда зарубежные уже стали открывать приходы, мы сразу подали им туда наше прошение, а тут батюшка вышел, у нас свой священник, а тут уже епископ был, там был Лазарь. Журбенко Лазарь. Да. Вот это он тоже у нас был в то время. Ну то есть это утопия, насколько я понимаю, вот кто-то, если даже захочет, священник или мирянин, создать общину, вот хотя бы по образу и подобию, хоть процентов на 10, на 20, чтобы она походила на Кристаллодвиженскую, либо на Потеряевскую, Свято-Анфимонскую, то это утопия, это невозможно в рамках московской патриархии. Возможно, возможно. Если бы я не толкал всех людей в патриархию, примерно 600 общин уже создано было бы. 600. Я и говорю, в недрах московской патриархии, такой, которая она сейчас вот есть, это невозможно. Вы же об этом говорите. В недрах ее, в недрах, это вопрос другой. Ну, вы говорите, нету это теоретически, а Бог может сделать. Может поставить, вот как нам сейчас митрополита дал, с таким можно было. И все заглохло. Я, внутри самой патриархии мы не создавали, мы сразу отошли. И поэтому 10-20% не надо, только 100%. И улучшать, что у нас есть. 100%? Не так что. Ну, Игнатий Тихович, я не знаю, как это. Ну, хорошо. Вот нашелся один священник недавно, ну и мы у него там были. Он мои книги приобрел. И потом все вопросы крупно выписал, и до потолка вот такой стенд, вопросы, какой том. И у него лежат наши книги. Люди приходят, читают, вот этот вопрос, батюшка, дай-ка туда. И он оттуда достает этот том и дает, считай, прямо внутрь, в храме, в прихожей, у храма. Это, конечно, один такой священник был. Ну, а как сегодня? И как начинать работать? Я начинаю на голом месте, как потеряевка. Крапива, воробьи, мыши. Ничего нет, 20 лет. И с нуля начали приезжает большое начальство, краевое. Да у нас тут есть заброшенные села, там инфраструктура есть, дороги, столбы. У вас ничего нету? Это родина наша. Мы не ищем, где хорошо, а хотим создать хорошо. И при том, правила наши, мы нигде не переборщили, чтобы, ну, сказали, что в раздетом таком виде женщина не должна ходить, одеться. Ну и все. Матушке приехала одна и загорать решила. А я иду мимо, так, я сразу зашел. Так, матушка, это ваши гости? Ну да. Так, одеться нужно. А почему? В уставе уже записано. Так она, так, одевайся или нет, или сегодня она должна покинуть. Я вот, видишь, крапива большая растет, сейчас я ее рву и сейчас начну ее парить. Она мигом оделась и к вечеру уехала. Все. Кто-то должен взять это на себя, кто-то. Как Наполеон говорил, мне нравится, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Ну да. Ну, вопрос такой, ну это, ну, нужно ли вот в этих обстоятельствах, нужен ли священник единомысленный? Или даже и без священника уже, ну, может... Без священника, без священника. Община созданная, священник увидит, а это помощь ему, помощь, он поймет. Но никто на это не решается. Бояться отлучения, не надо ни отлучения, от любви Божьей кто отлучит? Скорбь, теснота, болезни, Павел перечисляет, ни настоящее, ни будущее. Никто не отлучит. Поэтому надо делать как положено. А он выйдет, говорит, будет против, вчера против, сегодня будет за. Давайте помолимся, споем крещенские... Баиртани. Трапай. Твоя орда, не прещающийся тебе, Господи, тройческая весят поклонение. Родители, у вас свидетель, слава же тебе, Возлюбленная, как я сына, именуя. И дух, и деголубине, Изберства ваше славе все утверждение. Я в рейсе, Христе Божий, И мир просвещай, слава тебе. Отец наш небесный, Господь и Бог, мы просим во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, благослови это собрание и прими жертву благодарности, что столько лет ты нас хранил здесь. Положи мысли добрые, возвышенные, небесные. Посети узников, томящихся за слово твое, болящих, одиноких, покинутых. И веем светлый лик лица твое, в одни скорби, печали и бедности. Напомним нам об этих дивных днях изобилия. Научи насценить это мирное время. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот сегодня мы отмечаем, как у нас принято, после 19 января, если оно не попадает на воскресенье, в первое воскресенье, день нашей общины, в Крестовозреженской, в городе Магнолуде. Припомнить все милости Божии, подумать, что впереди будет, насколько мы благодарны оказались Господу. Даже одно, что вот такие посторонние люди, которые здесь живут, в городе, и вдруг собрали за одним столом, разделились, и не боятся, что в них утащат, это уже говорит, что неординарное явление, не на каждом шагу. И об этом говорит сегодня не кто-то, а уже патриарх, считается, это человек, обладающий правым голосом на большую аудиторию, чем у нас здесь. Он говорит, приходов у нас тысячи, а община почти нет. Община это единство, и оно единство должно строиться на чем-то. Везде требуется толкование или комментарий. Единство во Христе, все сказано. Единство во Христе это по слову Божьему. Вот мы сюда собрались уже 21 раз. Но, как община, это более ранний период нужно рассматривать. Это как у нас прошла регистрация в Краевом отделе юстиции. Так, кто здесь из тех, кто был участником регистрации, членом их? Поднимите руку. Вот первый, значит, моего сестра Виктор Андреевич. Практически уже, вот, посмотри сюда, вот Алифтина, встань, слушай, чтобы осветно было. Петеримова, то есть Маева, Алифтина. Я тут был, Надежды нету, она в деревне. Надежда, она была тогда Черепанова, сейчас Попова, на работе сегодня. Мать его умерла. Из десятерых Валя Ходева, она престарела, не смогла прибыть сегодня, Валентина Павловна. Нужно было 10 человек для регистрации. Крестовоздвиженская община в городе Барнауле. Указ. Согласно вашему прошению, и с благословения высокопреосвященнейшего митрополита Виталия, первоирарха Русской Православной Церкви за границей, Крестовоздвиженская община города Барнаула принимается в лоно Свободной Российской Православной Церкви. Отныне все священнослужители, обслуживающие вашу общину, должны за всеми богослужениями поминать высокопреосвященнейшего митрополита Виталия, как первоирарха нашей Церкви, и Преосвященного Лазаря, епископа Тамбовского и Маршанского, как вашего епархиального архиерея, к которому вы должны по всем вопросам обращаться. Архиепископ Иларион, заместитель секретаря архиерейского синода, 14 января 1991 года. Краткая история Крестовоздвиженской общины города Барнаула. В 1972 году уехал последний житель из поселка Потеряевка Мамонтовского района. Преступная политика КПСС по укропнению сел увенчалась успехом. И уже в следующем году, летом 1973 года, мы, верующие православные христиане, близкие по вере и жизни Слабкиным Игнатием Тихоновичем, приехали туда отдыхать. Эти поездки в бывший поселок Потеряевка продолжались с ранней весны, за березовым соком, до глубокой осени. Приезжая, устанавливали высокий шестиметровый крест. Поднимая восьмиконечное знамя победы, над врагами пели «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Это поднятие, воздвижение животворящего оружия на дьявола так и сияет перед глазами. Миру, лежащему во тьме, явлен маяк любви Христовой. Неофициально лагерь «Стан» для труда и отдыха детей стали называть «Крестовоздвиженским». Я, Лапкин Игнатий Тихонович, родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог, загробная участь, рай и ад, смладенчество. Но по Евангелию веровал во Христа только 27 сентября 1962 года в 17.00, в день воздвижения Креста Господня. Полюбил Христа и Библию, занимаясь исследованием Слова Божия почти 40 лет. Родившись в старообрядческой, беспоповской, киржатской семье, получил Библию у пятидесятников баптистов в городе Венспилс, Латвия. Сегодня суббота, 28 июня 2014 года. Вот мы находимся в Латвии Венспилс. Сюда я стремился 52 года. Как я... Как я вобр... Господи, прости меня, Печенька. В покое в обителях небесных Михаила и Иоанна. Все эти годы я воображал, как приеду сюда, улица Карла Розенберга, 18-4. Это вот здесь это здание было. Как пойду в этот дом, на те половицы склонюсь, где я впервые услышал о Христе по Евангелию. Где Иеремеев Михаил Александрович и Анна Матвеевна, жена его, Карла Розенберга, 18-4, дали в руки Новый Завет в черном переплете Дерматиновом. Где я записал первые слова о том, как родился Христос. Я ничего не знал этого. Хотя был верующий с самых, говорит, младых ногтей. А знал что? Что есть страшный суд и огонь вечный, который для меня уготован. Никакой надежды на спасение не было. Хотя я был ни блудник, ни матершинник, ни вор. Но я был погибший грешник, и об этом мне свидетельствовал Дух Святой. Я теперь знаю, это было избрание мое. В это время я учился в мореходном училище Рижское высшее. Работал матросом. Здесь в порту стоял наш Черноморец. И вот однажды я... Вот Господь ловит-то на чем что любишь. Я любил бабушек. А мне 23 года. Помочь как-то надо. И вот одна несла сумки две. Мы сейчас туда съездим, к тому месту мы нашли его. Я подскочил к ней, а сам сошел на берег, чтобы сходить в кино. А поднесла сумки, спросила, а где-нибудь молятся у вас люди? Я думал, какие-то староверы, может, что-то есть. Она говорит, вот, показала. И там оказался молитвенный дом баптистов. Мы сейчас туда проедем. Но он был на латышском языке. Я уже по-латышски разговаривал. Подошел человек, вот что означает, внимание. У нас православных век-то никому не нужен. Пришел, ушел он. Вы хорошо понимаете? Спрашивает. А вы откуда? Я говорю, да я вот тут, наш корабль в порту стоит. Но я говорю, ничего не понимаю. Как не понимаете? Он спрашивает по-латышски. Я отвечаю. Я говорю, я эти слова не понимаю. Блаженный, нищий, духом. Он, говорит, через дверь провел. И тут, говорит, русское собрание. Но я и там ничего не понимаю. Но вышел, когда они молились, склонились. Я перешагнул через них, через этих людей. И пошел на улицу. И за мной быстро вышел человек небольшого роста. Это был Михаил Александрович Еремеев. А кто вы такой? Откуда я сказал? И он мне сразу дал свой адрес. Приходите к нам. Бог любит рыбаков. Я был не рыбак. И вот этот дом здесь был. Мы сегодня его долго искали. Эту улицу ее переименовали. Ну, никто не знает. Ни милиция, ни полиция, ни люди, ни таксисты. Никто. Тогда мы решили по названию как-то. Около крутиться. Около этого молитвенного дома баптистов-то. И вот нашли улицу Карла. Одна женщина с собачонкой гуляет. Она увидела. Мы поговорили. Она говорит, есть тут. Но мы с ней расстались. Но она точно не могла сказать. И мы вокруг обошли. И она с собачкой опять увидела нас и машет рукой. То есть мы на нее. Она поняла, что мы кружимся на одном месте. Она говорит, вот это Карла Розенберга. Ну, мы пришли. Вот оказалось дом 16. Ну, кого спросить? Я спросила женщина. Она не знает. Я говорю, нам нужно старого человека, который знает это. И она соседке долго стучала. Как ее? Лерита? Сейчас, сейчас. Сейчас, посмотри, как ее звать. И эта бабушка нам... Легита. Легита. И она сказала, да, здесь был дом. Дом этот 18-4. Там был и Михаил Иоанн. Ну, назвала имена. Тут уже сомневаться не приходится. Но теперь какое-то медицинское учреждение. Там аптека, поликлиника еще. Кто-то, видимо, с частным делом заведует. Ну, я пришел на это место, где ничего нет. Ну, место-то то. Я теперь вижу кое-что. Ну, все переменено. Ну, 52 года назад. Что спрашивать здесь это? Я когда это увидел, я уже духом чувствовал, что сердце мое взыграет здесь. Да я не могу удержаться просто. Здесь у меня произошла встреча со Христом. Здесь я родился свыше. Здесь мне дал Бог крещение Духом своим святым. И показал водительство Духом святым. Переход от смерти в жизнь. Положил в меня дух ревности огненной, как у Иеремии. Я только возвращаюсь отсюда, корабль стоит, подвез меня этот, который, лоцманский корабль ходит, подвез туда, я через патчборд переступил и первому матросу говорю, живем неправильно. Христос умер за нас. Он ждет. Он руки к нам простирает. Это первое мое было свидетельство. Но к Михаилу я пришел не сразу, а на следующий раз, когда на берег сошел. Я так подсчитал по трудовой книжке. Получается, 27 сентября 1962 года в 17.00. Когда я склонился молиться, а они были тогда соединены, баптисты с 50-никами, говорение на языках. Но молиться, молиться, я стал молиться достойно, читать Богородицу. А они слышат, ветер-то идет от них, бурное дыхание ветра-то. Они глаза открыли, ну ладно, про себя подумали, потом мне расскажут. Пусть так молятся. А когда в дом к ним зашел я первый раз, они оба небольшие ростом, и черненькие такие. А я насмотрелся фильмы, тучи над Борском, как в жертву приносят там. А дверь у них открывалась, он сразу взял, на ключ закрыл, и ключ куда-то, дверь не открытая. Я сразу присмотрел табуретку, думаю, как ахну по окну-то, я выскочу в окно-то. Может там в другой комнате люди есть. Мысли-то какие? Зомби. Это была моя духовная родина. Я к ним возвращался, потом с корабля пришлось уйти, работал. И жил здесь. Но потом уже Господь меня повел другим путем. Пришлось уехать далеко, меня преследовали, с братом уехал, его оставил здесь по глупости своей. А его научили пить, так он и погиб. Родной брат мой Иосиф. И вот сегодня мы находимся на этом месте. Здесь начало моего пути. Все, что у меня сейчас есть. Наследие какое, книги, друзья. Я искренне и верное, всюду и везде, среди православных, католиков, протестантов, мусульман, у меня везде друзья и везде враги. Этого ничего бы не было. Но во мне была ревность. Я с детских лет, пяти лет знал, кем я буду. Я хотел быть террористом. Убивать коммунистов за то, что они сделали с моей родиной. Я это понимал, отец мне рассказывал. Я тренировался в бокс, сходил в секцию стрельбы. Тут все ненужное, смертельно опасное. Теперь Господь сделал, как Савла, тебя будут гнать. И пять тюрем, лагерь за плечами. И мы проехали нынче второе заграничное путешествие. Прошли по Турции, Азербайджан, Греция, Италия. Дошли до Португалии, Лиссабон, повернулись сюда. Бог дорогой менял маршрут, полетел мотор, двигатель полностью. Вот наша машина стоит. Но это было в Швеции. Это ужасное состояние. Среди леса остались, никуда не двинуться. Самые трудные в моей жизни, кажется, такие безвыходные были минуты. Мы только молились. Движение туда, на дорогу, сюда. Никто не останавливается. Но полицию все-таки кто-то вызвал. А потом, когда мы к человеку подошли, мы увидели домик там, поговорили, рассказали. Он слово за словом английские мы, он там, понял, вызвал полицию. А полиция приехала, тогда вызвали уже эвакуатор. Я дорогой подсчитал. Каждый километр на нашей рубе стоит 400 рублей. 400 рублей. Вот прикиньте, у нас тысячу с лишним евро сразу сгладили. А у нас возвращаться не на чем. И когда мы были там, какое так, Юр как-то? Юмгби. Вот. И там добрый человек указал. Спросил его, брат Виктор, вот, есть ли русские тут, русскоязычные. Русские. Да, есть. Покажи себя. Он с ними созвонился. Приехали Людмила и Надежда, дочь ее. Ну, советую всяко. Мы-то направляемся куда? В Осло. Из Норвегии. Из Осло. Значит, в Стокгольм, Швеция. А оттуда там на 28-е, на сегодняшний вечер, мы должны были переплыть. За нас уже заплатили 387, кажется, евро. Игумен Никита с Хельсинки. А то едем на Турку, а потом на Хельсинки. Но Бог изменил маршрут. И мы видим, это Божья воля. И там специалисты осмотрели машину, нельзя ремонтировать. Показали все. Ничего нет там. Ну, даже жизни никакой нету. Дмитрий Булкин. А он оказался в Испании. Но он тут немедленно взялся за это дело. Какого-то Валентина очень хорошего подключил. И они прислали навигатор этот, эвакуатор. И нас подцепили. И все расходы дальше они взяли на себя. И в один день разобрали все. Он сам по магазинам покупал запчасти, Валентин. Это все они ни копейки не взяли. За все. И за ремонт. И в один день нас вытолкнули оттуда. Мы так боялись. Потому что заканчивается срок шенгенской визы. А мы еще должны пройти Ригу, Таллин. Ну и вот мы оказались здесь. Оказался здесь, а дома нет. Но нашли. И я стою на том месте рядом, где жизнь моя круто изменила свое направление. А с этим вместе тысячи людей, которые в моем доме услышали о Христе. Сколько людей из них обратилось ко Христу. Как каялись преступники. Это все начало здесь. Это начало было. А этот дом убрали. Это памятник был. Ну, значит, может быть, образно и показано, что это лечебное учреждение. И вот теперь знают. Здесь и лечат. Я думаю, туда пойти и подарить книги, если бы оно открыто было. Поблагодарить людей. И эта женщина, которая помогла, да благословит ее Господь. И эта женщина, которая рассказала, старенькая, она рядом, вот ее окно, вот слева от машины. Она латышская. А я-то долго стучал, она не открывает. Но она по-латышски заговорила. Я говорю, заговорите с ней, чтобы открыла. Старый человек опасается, да и правильно. Ну, она говорит, как умер первый Михаил. Я не понял, Анна-то здесь умерла или где-то была? Уехала к родственникам. К родственникам. Значит, ее здесь я бы и не застал. Ну, и не было ее. Я хотел, кто живет, подарить новый завет со своими книгами. Трехтомник. Потому что я ухаживал, помогал ухаживать за одной бабушкой, латышкой, Ветсаузине. И от нее остались книги, потому что у нее раньше умерто. Я любил бабушек. И Библия была с Гюставом Доретом, репродукции 70. Я очень просил, но мне ее не дали. У них такой тоже не было. А теперь-то у меня изнано 230 раскрашенных репродукций. Там сравнивать не с чем-то. Ну, и все равно я постараюсь здесь отдать. Брат, приготовь трехтомник, только трехтомник Нового Завета. Да можно и для слова Божия нет ус. Подарю, если только работает это учреждение. Я здесь, когда она сказала, Михаилу, Анну, я вышел, и лестница также идет внутри, похожая. А у них там за куток, где мылись, там лестница с другой стороны заходили. И под ней маленький участок сделан убывальник. Ну, что там в убывальнике пахнет-то, мыло, больше ничего нету. Я тогда сходил, когда приезжал, ты там молился на коленях, там не повернешься. Для меня вот этот запах самый дорогой был в мире. Мне Бог дал великую-великую любовь к слову своему. Я забывал есть. До десяти часов в день проводил за этим. Работу искал такую, чтобы мозги не были заняты. Я все время размышлял, что считал. Нашел, кто работает рядом с работой, уже на стройке, когда работал здесь. И к ним бежал, ложился на пол, там негде сесть было, и считал Библию. Библия для меня сделалась путеводителем, дыханием, стуком моего сердца. И Бог дал мне встретить уже в Клайпеде людей из беспоповцев, поморцев, в которых был перевод, не перевод, а толкование Блаженного Феофилакта. Вот это у меня издана сейчас Блаженного Феофилакта. А потом я уже через года два встретил продолжение, так как корабль ушел, я не все законспектировал. Уже тоже у старообрядцев Белокринитского согласия на Вражной улице, на Сибирске. Это Блаженного Феофилакта конспектировал. По нему я преподавал в разных университетах не одно десятилетие. Я считаю, это очень-очень-очень ценный труд по всем святым отцам. И вот я с ним явился. Я знал, что племянницы, они это подписали, квартиру свою. Или, ну, чтобы ухаживало, получило. Но получилось вот так. Вента, это река у них, Пилс, это дворец, замок. Мы тут, не знаю, будем или не будем ждать, а так как Бог даст. Потому что я хотел кое-кого найти. Ну, кого найдешь-то там уже. А баптистка я здесь, я нашел к нему, подъедем к этому молитвенному дому, где я первый раз шагнул, где услышал, я в окно увидел. Все сходится. Оно так и есть, все сходится. Ну, скамейки те, где я склонился в первый раз. И я у них тут на кафедре проповедовал у баптистов. Через три месяца уже, три с половиной месяца прошло, и я уже, они выставили меня на проповедь. Но баптистом я не был, 50-никам не был, ничего от них не получал. Ложась у них спать, я под одеялом продолжал креститься. На меня было давление, они хотели, чтобы я был их. Но я увидел сон такой, что меня там люди определенно хотят обрезать. Я говорю, этого нельзя делать, я верующий христианин. То есть, ну, каждый старается обрезать и похвалиться о вашей плоти, как Павел говорит. Хотя сами они не исполняют. Но потом я сюда приезжал, привез православную большую Библию, им подарил Михаилу Анну, когда они еще были там. Но сказал им, вы не церковь. Она испугалась за меня, да как ты смеешь так говорить, она такая кроткая была. Ты не боишься, дескать, это вот что, я говорю, священства нету. Мы проигрываем и мусульманам, но у нас Христос. И мы сектантам, но у нас есть святые отцы, каноны церковные. Священство, литургия, таинство, у них этого нету. А по всем остальном они лучше нас. Я сейчас помолюсь здесь, перед этим домом, воздам хвалу моему Богу. Я сразу оговорку сделаю, потому что у меня рука в перчатке. Вчера я повредил ножницами ладонь, и поэтому тут забинтовал. И все время у меня в кармашке там лежала одна перчатка левая. Я думаю, зачем она у меня лежит? Как оказалось, не знаю, всю дорогу только для этого как будто была. Вчера я надел, она как раз, у меня ни бинт не соскакивает, ничего. Так, благословен Господь. Благодарю Тебя, мой Бог, Господь Иегова, за Сына Твоего Иисуса Христа, сошедшего с небеса, воплотившегося через Деву Марию, который умер за мои грехи, который нашел меня здесь и дал мне новую жизнь, и не прервал ее среди страшных испытаний, которые Ты послал мне в жизни. Господи, Ты живой Бог. Как дух дышит, где хочет, так Ты касаешься сердца, где желаешь. Ты позволил мне свидетельствовать родным. И брат мой стал священником православным. И родители умерли в вере. И братья и сестры нашли Тебя. Хвала Тебе. Да будет благословенно это место, Иисус. Помоги мне, Господи, с радостью донести этот крест, отвергаясь во всем самого себя. И следовать за Тобой, исполняя Твои святые заповеди. Нет иного Бога, кроме Тебя. Ты Бог, не любящий злое и творящий добро. Ты позволил найти это место. Хвала Тебе. Господи, Боже мой. Прими мою молитву и благодарение. Иисус, как Ты велик, как Ты славен. Ты нашел меня здесь, Господи. Ты дал мне любовь Твою святую. Ты осенил Духом святым. Ты через Серафима Старовского показал, как важно стяжать Дух Святой. Быть водимым Духом святым. Ты дал мне столько друзей, архиереев, священников и святую православную веру. Не пройди ни одной души. Сохрани нас в пути. Помоги исполнить намеченное. Послужить для людей, которые не знают Тебя. Найти Тебя, Господи. Я умоляю Тебя, соедини мою молитву с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле. Услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех западавших нам молиться о них, кто помогал нам. Я особо прошу о Сергее парализованном. Как много он помогает нам везде. Даже более тех, кто ходит, кто летает, кто передвигается. Ты дал ему этот крест. Помоги ему донести его достойно. Уста его не робчащие. Господь, это избранник Твой. Я молюсь о всем священстве и патриархе, чтобы был мир на Украине. Смири правителей, приведи страхом смятения. Над ними Ты есть царствующий, Господь господствующий. Мой Господь, Ты дал мне веру. Аллилуйя. Говори, мой Бог, Господь Иисус Христос, Отец, Сын и Дух Святой, Пресвятая Троица, слушай ты, слышай, раб твой. Аминь. Что делает Господь, нам неведомо. И то, что у нас в пути вот эта авария была с машиной, мы знали, нужно только благодарить. И мы все трое благодарили. Вот брат Николай Кручина. И сегодня, удивительно, не зная адреса, я наблюдал за ним сзади. Вот руку он поворачивает, Дух Святой его руками шевелит. Заворачивает в улочку. Да куда он едет-то? Я говорю, надо еще раз узнать. Мы кое-что узнали. Подводит прямо, не навигатор не показывает, никто. Язык до Киева доведет. Но Дух Святой доводит это. И прямо к молитвенному дому подъехал. И дальше вышли, я говорю, я знаю, выходили вправо куда-то. И так все получилось. Каких братьев мне дал Господь? Какое единение в Духе Святом? Мы постоянно молимся. После каждого города, где выезжаем, Господь с нами. И просим всех, кто расслышал это, возблагодарить Бога, кто бы они ни были. Я свидетельствую всем, как счастлив человек в скорбях и печалях, когда доверяется Богу. И нет иного Бога. Ты наш Бог, Господь Иисус Христос. Аллилуйя. Аминь. И Игнат Тихонович хочет подарить в этот дом это здание стоматологической поликлиники. В этот дом подарить книги. Раньше здесь стоял дом Карла Розенберга, 18. Вот какое здание здесь построили. Но это было 52 года назад. Дар 4 книги. Плава Богу за все. Прямо-прямо, да? Да. Спасибо, Христос. Мы очень благодарны вам. Всего доброго. Спасибо, Христос. Я выполнил, что хотел. Я не спросил, это еще в больнице или аптеке? Стоматологическая клиника. Стоматология. Стоматология, засними. Стоматология. Да, я уже снимал. Стоматология. Все. Благодарим вас. Спасибо. Пошли. Слава Христу. Хоть косвенно, но мы выполнили, отдали. Сейчас едем в библиотеку. Полиция, видите, они выполняют свою работу. Она-то думала, полиция, мы испугаемся, побежим, а нам как раз это и надо. И вот этот дом, вот эта женщина, которая здесь, вот эта бабушка, она больше всех помогла. А это ее вызвало. Видите, как все слагается. Поехали теперь в молитву в дом у баптистов, где начался мой путь. Все. Я сажусь, а где мой ураганщик? Вот здесь, в 62-м году, в сентябре месяце, я увидел бабушку, которая несла сумки, а я моряк, пошел в кино. И я ей помог. И спросил, где молятся. Она указала, вот, вот оно где. Это первый мой был шаг к познанию Бога, священного Писания. Но здесь латышское собрание. И латыш тут вот в дверях спросил меня, откуда вы и кто. У них интересно, когда начинается молитва, подготовка, то они стоят дежурные и закрывают двери, как у нас 7 минут, и никого не запускают. И все вот здесь вот шлюзи в этом накопителе. Как там закончили молитвы, уже сама служба начинается у них, это баптисты. В это время он открывает двери. Мы теперь обходим вокруг. Видите, у них крест. Тогда бы этот крест еще, кажется, наверху был. Видите, какой он высокий. Ну, мы потом можем даже с улицы показать. Ну, тут ничего нельзя внутри показать. Во-первых, закрыто. Это закрыто? Ну, наверное. Ну, закрыто. Ясно, что закрыто. А вот в субботу богослужения у них нет. Мы второй раз уже приезжаем сегодня. Нашли Карла Розенберга, 18-4, а там ничего и нет. Ну, ты просто представить можешь, как ну, попытайся что-то снять хотя бы маленько. Вот внутри, что там. Немножко будет видно, не будет. Вот маленько видно. Там сиденья. Игнать Тихович говорит, да, это этот же, тот же самый дом. Я всегда говорю о двух моментах. Это рождение свыше и водительство Духом Святым. Я здесь вот, ну, получил это я в доме, не здесь. Еще раз представь, чтобы от света не было. И маленько видно будет, где. Так, мое отражение видно. Но вот сейчас чуть-чуть видно, что там внутри. Вот мы и обходим с этой стороны. И тогда этот баптист мне показал. Там дверь у них идет, а тут вертрусское собрание идет. А тогда были баптисты, объединенные в 45-м году коммунистами с 50. И они вот здесь, а дверь нам открывается и заходят, а тоже никого нет. Мы думали, что сегодня, а сегодня это 28 июня 2014 года, суббота, у них собрание. А у них собрания нет. Мы посмотрим расписание. Сейчас вот выйдем, которое. Вот иди сюда. Надо показать, вот как скобейки, где я зашел, кажется, на второй скамейке. А дальше у них на простыне было... Поднимайся, буду давить тебя. Направо. А ну маленькое собрание-то. А направо у них на простыне заповеди блаженства были. Блаженны нищие духом. Маленькое собрание. Блин, я впервые прочитал... Тут я на кафедре проповедовал у них через 3,5 месяца. Знали, что я православный. Я у них ничего не принимал, ни языков, ничего. Только дали в руки Библию. Давай-ка еще сюда посмотрим. Два окошка здесь, по обоим окнам мы... Вот, нижнее стекло-то туманное. Ну хоть маленько дать представление, где у меня духовная родина была. А вон там Библия лежит, раскрытая Библия. Ну вот, видишь, я бы подарил им книги, но никого нету, вообще никого нету. А рядом тут какая-то забегаловка, там едят люди. Вот все. Наконец-то я нашел. И отсюда начался мой путь. И путь этот имеет начало для многих людей, которые уже по милости Божией через мои уста, через Слово Божие нашли Христа. Наша машина устаёт. Пойдем-ка мы выйдем с той стороны, чем хотим увидеть. Подожди-ка. А где у них это объявление, когда идут? Богослужения-то. Да я не видел, сам не знаю. А где-то видел. Что может быть на том доме у них. Чему на том доме? На том доме? Может быть. Ну там бедно, что воскресный день. Или там, скорее всего, работают каши. А вот нет у них крестного нахуй, нету, там чайки только сидят. Видимо и не было. Это вот я на дверях, что там, на стене, так посчитал. А вот у них, у Бабтиста, видите, мозаика в виде креста. И вот здесь у них, может быть, именно на окне висела эта простырь, вышитая заповеди блаженства. Ну, у них где-то расписание. Ну, сказали, завтра в 10, я спрашивал у человека. 10, мы не можем уже никак. Мы торопимся выйти из Шенгенской зоны. Это Рижская библиотека, Латвия. 14 этажей, огромное здание. Сегодня 28 июня 2014 года. Это мой парад священий. Это статья. На лесу нет, мы ее везде поделали. Так, раскладывай. А куда положить петель? Нет, нам, я не на короткие даме. Ну, можно положить, а потом раскладывай. Сейчас, разгляжу. Это я стареял, но в том, что это не нужно. Ну, да, здесь стоят. Еще одно. Какое, почитайте. Я поработаю студией. Да, да. 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 Это большие вопросы, религиозные, страна, отношения с евреями, он сам не еврей был. Это 20-й тоже. А вот это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной тематике все эти поэты. По теме, после каждого, что говорит об этом в священной церкви, на каждом вопросе, я студентам отвечаю из 6 поэтов. Видите, чем они? И просто поэтов, они играют по тематике, что сказали не о революции, что сказали о семье, как прийти к миру. Неужели жить только для того, чтобы если Бог дал жизнь для святости, Бога подобрения. Вот это вот поддельник, это разбирается кара, спасура моя, я, как служили из Библии. Как прийти к миру? Вот это их священная книга, и дальше, что об этом в священное писание, что разная память? Это мои стихи, в 2014-2015 книги, вот это как вопрос, мне студентам задают, я его отвечаю, а дальше делаю выдержки из караны и библии. В сравнении, у них какие-то пикнопады, ключиные методы. Как у вас здесь в Латвии, здесь корабля, это вот отдельно, и корабля, что за 300 лет было сказано, как нам взять самые хорошие приказы, что эти природные граждане, которые делаются программы народа, сделают облипность, развитие страны, а мы, по-второму, не фашисты, и это все разбирается во свете Библии. А так и называется, в первых ремонтах, в вторых ремонтах, в вторых ремонтах, в вторых ремонтах, в последних ремонтах. Я этому посвятил в 52-м году, пока мы берем в топе Библии. И сам набирал на комплекте, и я встал. Вот. Ну, здесь все, все понятно. Вот они все, и тут можно предложить посчитать, посмотрите. Игнат Тиханович. Так. Мы оставим вам несколько наших визитов. Вот. Вот эти вот визиточки можете кому-то отдавать наше сайт. Вот. Кроме того, вот эти четыре книги, выделили для Венгрии, и Кристина Новгородиана. И впервые за 3000 лет новый завершен был с полным толкованием, с откровением. И мы 240 иллюстраций Вюстава Даре раскрасили. Они все здесь. Ну, вам-то были те, которые не надо говорить, как они издали. Да, да, я понимаю. А это, как бы, автобиографично. Два священника пишут ко мне, как вращались бесполаги, как в том деревне, как в тюрьме, как было, за Слово Божие. Весь процесс, что судья говорили, как мы отвечали. Как реабилитация была после перестройки. Даже вот, любому будет интересно. Вот я и говорю, словно, это святые летят. Я полинзаключенный был. Стал жениться, но в России я первый раз построил, по всей стране. Это очень интересно. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, вот все. Мы просим вас помолиться. У нас путь был страшно долгий. Машина сломалась. На Ухвате, нахуй шлепки, притащили. Вы в Салтая едете куда? В Салтая куда мы едем, спрашиваю. Сейчас мы в Таллинн едем. И дальше у нас ставка. Мы заставили туда контейнер в 3800 килограмм. Теперь идем до севера, до Мурманска. И по северу работаем еще 110 город посетить. У нас главный вопрос, что мы люди-братья. Почему мы так живем? Я во всех моих частях, я медицин преподавал, заключенные. То есть ареал моей работы, три радиопрограммы регулярные. Это все вложено здесь. Это практика. Я лихиадей. Не спешите меня хоронить. Не спешите меня хоронить. Я прощаюсь с оставленным телом. Обредите меня для войны, для последнего страшного дела. Из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Столько рыл перепончатых крыл, скрежет злобы бесоской постылой. Обо всем испытания, что ел и что пил, как, почем, небеса не коптил ли. Мой язык, если вправде привык, ну а если неправда найдется. Из-за мысли моих не любил ли кривых от рождения и до погоста. Поддержите молитвой, мой путь не окончен. Враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. За разрадные мысли по числам, по часам и минутам припомня. Верил в жертву Христа или был атеистом. Жил не венчанно или законно. Погодите судить, я не умер еще. Судят не другие, лают нахально. Перед вами живыми давать мне отчет. Перед страшной дорогою дальней. Поддержите молитвой, мой путь не окончен. Враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Если вы мне простите грехи. Истребите долги и сожжете. Вам на память оставлю гнилые мехи. Проводите их с малым почетом. Схороните меня в сапогах. В моей робе, тюремных заплатах. В них прошел я Чечню, Карабах. Всех мирил, со Христом не заплату. Поддержите молитвой, мой путь не окончен. Враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Поддержите молитвой, мой путь не окончен. Враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Субтитры создавал DimaTorzok